ПРЕДСТАВЛЯЕ И успехов в делах. И самое главное – любви. За вас, Мария Алексеевна. Спасибо. Спасибо. Спасибо за свет, за всё, что есть у меня. Спасибо, что плачу. Я знаю, что значу. Спасибо за то, что ты есть. Господи. Иван Ильич, это вы живой? Живой. Папа. Мария Алексеевна! Тихо. Выпейте воды. Вот, принёс? Давай, приложим, полегчает. Вот так. Папа, сынок, Атайлов, это очень долгая история. Я тебе имя обязательно расскажу. Ваня, зачем ты так со мной поступил? Я ведь любила тебя. Я же чуть сама не умерла, когда узнала, что ты утонул. А ты всех обманывал. Я обманывал. Да нет, Маша. Я никого не обманывал. Тогда, когда я уехал из дома, я действительно хотел окончить жизнь. Я дождался, пока вы все заснёте. Выкатился за пределы имения, подъехал к берегу, посмотрел вниз. И последнее, что помню, это удар в воду. А потом, я не знаю, наверное, течение меня отнесло. Повезло просто. Слава проезжал мимо, увидел меня, вытащил на берег. А почему ты сразу не сообщил? Почему? А как я мог сообщить, Машенька? Ты забыла, что я был овощ? Что? И как я мог сообщить? Машенька. Мне плохо. Извините. Давайте. Давайте, Марина. Помоги. Вспомни, ответите. Давайте. Давайте. Осторожно, в сторону. Осторожно. Осторожно. Помоги. Давайте. Аккуратненько. Все будет хорошо. Помоги. Папа. Ты не представляешь, как мне тебя не хватало. Мне тебя тоже не хватало, сыночек. Слушай, пойдем в кабинет поговорим. У нас будет долгий разговор. Ой, извини, Сережа. Привет. Извини, если я не вовремя. Я просто волнуюсь. Как у тебя дела? Все хорошо, Оленька. Ты меня извини. Просто как-то тревожно. Вдруг стало. Я тебе позвонила. Ты уже дома? Нет, я в Привольном. Почему в Привольном? Да потому, что мы с тобой одного поля ягода. Я такой же мнительный, как и ты, Оля. Мне вдруг стало тревожно, я решил приехать проведать своих сыновей. Ага. Ну и как там они? Не волнуйся, все хорошо. Вот мы сейчас в кабинете с Сережей. Слава Богу. Не переживай, все хорошо. Завтра я тебя наберу. Целую. Пока. И кто такая, Оленька? Женщина, которая вернула меня к жизни. И, кстати, будущая мать еще одного твоего брата. Так, кругом голова. А давно ты ходишь, разговариваешь? Да уже около года. Это Оля уговорила меня пойти на очень сложную, очень рискованную операцию. Выхаживала меня. Шансы были ничтожные. Ну вот, видишь, бывают, в жизни чудеса. И ты мне тоже не позвонил. Прости меня, сынок. Пап, это... Это я виноват. Ты... ты меня прости. Работал, бросил тебя с Машей. Я только потом понял, что лучше... Лучше бесконечно ухаживать за инвалидом, чем плакать на могиле. Извините меня. Так, ну... Ладно, хватит о моем здоровье. Давай, рассказывай о своем. А что? У меня ничего, все нормально, я здоров. Да, конечно, здоров. У тебя недавно был приступ сердечный. Да ну, ерунда. Кардиограмма показала, все нормально. Так, переутомление, наверное. Подожди, а откуда ты знаешь? Мне Ляля сообщила. Я потому и примчался сюда, в Привольно. Подожди, Ляля. Ляля знает, что ты жив? Да. Ну что? О чем они говорят? Ну, мне не удалось ничего услышать. Они плотно закрыли дверь и разговаривают тихо. Ты что пришла? Надо было дальше слушать. Так там Валя возле двери все время шастает. Не пришлось уйти. Боже, я представляю, что этот старых рыщ говорит обо мне Сереже. Что же делать? Ну так пойдите сами и выясните. Я бы пошла. Не хочу смотреть на этого живого мертвеца. Отец, то, что ты мне рассказал о Маше, это серьезное обвинение. Ты уверен, что это правда? К сожалению, да. И свой тюремный срок Ляля получила тоже не без помощи Маши и ее дяди. Она прятала, от Ляля твои письма. В общем, она все делала для того, чтобы вы, сынок, расстались. Подожди, ну, откуда ты это все знаешь? Сынок, когда ты долгие месяцы не разговариваешь и не двигаешься, то окружающие очень быстро к этому привыкают, начинают относиться к тебе как к растению. А при растении, правду говорить, не стесняются. Я очень много знаю. Ну, например, ты знал, что Рамир был любовником Маши? Когда тебя не было здесь, он практически в открытую жил в нашем доме. Подожди, при тебе, при живом муже? А в теплицах нашей агрофирмы выращивали наркотики. И почти весь привольно участвовал в этом бизнесе. А я ей верил. Больше, чем себе. Да, Маш, уже собираюсь ехать к вам. Что? Иван? Маша, как ты могла? Ты разрушила мою жизнь. Кто, я? Что ты такое говоришь? Я ни в чем не виновата. Да перестань ты врать, отец мне все рассказал. И Ляля была права, ты разлучила нас. Я тебе этого никогда не прощу. Это не я, Сереж, я клянусь, я ни в чем не виновата. Что ты мне мстишь? за то, что мы сошли с Сергеем. Маша, ну... Ты внезапно пропал. Оставил меня с ребенком и разоренной агрофирмой. А я чуть с ума не сошла на твоих похоронах. Слушай, давай не будем ломать комедию. Ты хотела остаться вдовой. А твой любовник тебя в этом очень и очень даже поддерживал. Ты имеешь в виду Рамира? Это просто твои больные фантазии, Ваня. Ты никогда не ловил меня на измене. А знаешь почему? Потому что измены не было. Маша, ну... Ну перестань. Вот это все мне давно уже интересно, поверь. Вань, я прошу тебя. Я прошу, не разрушай мою жизнь и жизнь Андрюши. Не мсти за то, что я вышла за Сергея. Я была тебе верной женой. Я любила тебя. Но ты сам меня заставил поверить в то, что тебя больше нет. Извини. Да, да, я действительно была резка с тобой. Но я злилась от бессилия. Ты стал инвалидом и оставил у меня с младенцем ворохом проблем. Ты даже не представляешь, через что мне пришлось пройти. И я помнилась тогда, когда тебя уже не стало. И как будто умерла вместе с тобой. Первые полгода я почти жила на твоей могиле. Хорошо, Маша. Давай мы не будем обманывать друг друга. Пусть так, виноваты оба. Но как вышло, так уж вышло. А мне нужно было хорошо подумать перед тем, как жениться на тебе. Ты жалеешь? Когда я привел тебя в этот дом, Маша, ты была еще практически девчонкой. Конечно, я понимаю, у тебя были свои мечты, желания, надежды. Планы на нашу семейную жизнь. Я не оправдал твоих надежд, Маша. Я был плохим мужем, наверное. Прости. Вань, а может, простим друг другу все обиды? Начнем сначала. Это невозможно, Маша. Спокойной ночи. Привет. Не ожидала увидеть тебя здесь, и в такую рань. Я к тебе по важному делу. Что случилось? Вчера отец вернулся. И как ты это воспринял? Как домашнее? Моя истерика, домашнее в шоке. Ну, я надеюсь, ты не обижаешься на него. Я знаю историю его исчезновения, потом выздоровления, возвращения. Поверь, ему очень трудно пришлось. Нет, что ты, я только злюсь на себя за все. За все, что случилось с ним, с нами. Я понял, каким идиотом был, он все мне рассказал. Теперь ты мне веришь? Прости меня. Прости за то, что верил Марии. Ты столько раз пытался рассказать мне правду, а я, а я как слепой дурак верил ее лжи. Постой. Ляля, что мне сделать, чтобы ты меня простила? Я не знаю, Сереж. Мария столько раз убивала меня тюрьмой, разрывом с тобой, смертью нашего сына, что я, кажется, разучилась прощать. Я собиралась ехать на кладбище, чтобы проведать его. Если хочешь. Хочу. Мария Алексеевна, когда завтрак подавать? Что в доме творится? Где Сережа? Где Иван? Сергей Иванович ехал с позаранку. Наверное, помчался к своей дворняжке. Иван Ильич из кабинета пока не выходил. Когда завтрак подавать? У меня все равно. Я к завтраку не выйду. Вам сюда поднять? Нет. Я отказываюсь есть. Сейчас? Вообще. Ну, это нехорошо. Это вредно для здоровья. Мое здоровье, впрочем, как и моя жизнь, теперь больше никого не волнует. Зачем вы так говорите? Я за вас волнуюсь. Зина, что мне до ваших волнений? Оставьте меня в покое. Мальчик мой. Если бы я смогла все вернуть, я бы не пыталась покончить с собой. Ты был бы жив. Это я виноват. Не нужно было. Не нужно было мне уезжать на заработки и оставлять вас. Если бы я не уехал, ничего бы этого не произошло. и он бы родился живым и здоровым. Что случилось? Здравствуйте, доктор. Маша, ты не здорова? Слаба, плоха, а в больницу не хочет. И правильно. Нечего в больнице делать. Там тоска зеленая. А здесь, в кругу родных, мы все вместе поможем справиться с недугом. Ну, что ж, хозяин, барин, только, пожалуйста, принимайте все мои назначения. Издоравливайте. Спасибо, доктор. Всего доброго. До свидания. До свидания. Мария Алексеевна, а может быть, вам все-таки послушать доктора и лечь в больницу? Зина. Да. Иди, успокойся. А то, глядишь, и тебе доктор понадобится. А? В моем лице. Рецепт. Рассказывай, что вчера случилось? Дяде, это конец всему. Но кто мог знать, что он жив и вернется? Он теперь мне мстит и настроил против меня Сергея. А дальше он восстановит все документы, разведется и отберет у меня все. Все, все, тихо, тихо. Все не так плохо. Пока. Волокиты с документами продлиться долго. Даже если мы ничего не придумаем, после развода ты кое-что, тебе кое-что перепадет. Что-то перепадет? Да я за это время сто раз спасла их бизнес и отстроила. Это мой дом, моя агрофирма. Какого черта я должна ими делиться? Тихо, солнышко мое, не надо орать. Не дай Боже, кто-то услышит. Ненавижу их всех. Послушай моего совета. Притворяйся пока бедной, несчастной овечкой. Вспомни, как ты виртуозно крутила своим бывшим супругам. Примени все свои таланты. Спасибо за то, что поддержал меня. Пойду домой. Сегодня у меня нет сил заниматься делами фонда. Давай я седу за руль, отвезу тебя. Нет, не надо. Мне нужно побыть одной. Хочешь, я подброшу тебя до Привольного? Нет, не стоит. Тебе не по пути. сам доберусь. Будь осторожна. Я тебя очень люблю. Давай. чай с Мелиссой. Успокаивает нервы. Печенье заберите. Я вот все думаю. Как же оно теперь будет? Вы же теперь при двух мужьях оказались. Не знаю, как будет. Скажите лучше, где они оба? Иван Ильич в поселок пошел. Очевидно, с народом хочет пообщаться. Сергей не возвращался еще. Наверное, в агрофирму поехал. Или у дворняжки своей торчит. Заткнись. А я что? Я ничего. Вы спросили, я ответила. Я же за вас переживаю. Когда старая Варя вам сказала, что муж вернется, я так обрадовалась. А Сергей и подумала. Она воно как получилось. Да заткнись ты, наконец. И без тебя тошно. Забирай свой чай. Сонечка! Смотри, кого я тебе привел. О, господи. Да что ж такое. Из-за меня от нее убытки. Вчера Сережа тоже бокал разбил. Как вам? Я сам чуть вчера язык не проглотил, когда Ивана Ильича на улице встретил. Ущипните меня. Это не сон. Я своими глазами это вижу. Ну так. Иван Ильич, ну вы же... Живой. Живой он. Сонечка, ты давай как-то на стол накрывай. У нас все-таки праздник. Иван Ильич вернулся. Да. Увы. Барон, барон, слышал новость? Какую новость? Иван Швиридов вернулся. Живой. Как вернулся? Старик, ты что ты мелешь? Ты что, пьяный что ли? Да треск как стеклышко. Ей-богу. Своими глазами видел. И не я один. Он даже со мной поздоровался. Сейчас с Ромой в цыганском счастье. Его возвращение обмывать. Пойдешь? Позже приду. Если получится. Сейчас дел много. Ну, Иван Ильич, за ваше здоровье. Ой, убери ты свой сок. Это несерьезный. Человек, можно сказать, с того света вернулся. В таком случае нужно пить хороший коньяк. Знаете, есть такое поверье. Кого при жизни похоронили, тот до ста лет жить будет. Будьте здоровы, Иван Ильич. Ну, чтобы мы на вашем столетнем юбилее погуляли... Долгих лет. Как Сергей? Сегодня приезжал, извинялся. Ты готова его простить? Не знаю. Значит, не готова. Да, Маша его обманывала, но Сергей сам выбирал, кому верить. Но ты ведь его любишь. Люблю, пап. Люблю и ревную, и злюсь. Но как он мог жениться на ней? Как он мог ненавидеть меня, обвинять во всех смертных грехах, выгонять из Привольного? Дочь, вам обоим нужно сделать серьезный выбор. Либо простить и забыть всю ту боль, которую вы друг другу причинили, либо расстаться. Иначе вы всю жизнь будете мучить друг друга. Пап, но я не знаю, что я выберу. Сегодня целый день гулял по Привольному, пугал прохожих. И странное дело, прожил я здесь всю свою жизнь. А за этот год настолько круто изменилась моя судьба, что полное ощущение, будто предыдущая жизнь не имеет ко мне никакого отношения, будто это был совершенно другой Иван Ильич Свиридов. Слабый, безвольный, плывущий по течению человек. Пап, ты никогда не был слабым и безвольным. Я изменился, изменился, сынок. Ты тоже изменился. Я представляю, насколько тебе тяжело удалась разлука с Лялей. Но теперь, я надеюсь, у вас все нормально. Боя с Лялей меня никогда не простит. Очень сильно я перед ней виноват. Мария Алексеевна не спустится к ужину. Ну что ж, начнем без нее. Может быть, вы подниметесь и поговорите с ней? Я не думаю, что в этом есть смысл. Если Маша хочет побыть одна, то, имеется на какое-то право. Привет. А ты чего сегодня так поздно? Тоня ждала, ждала тебя к ужину, так и не дождалась. Зарянку пошла укладывать спать. Сверидов вернулся. Сережа вернулся? Откуда? Сверидов Иван Ильич вернулся. Что? Не может этого быть. Уверен? Я сначала тоже не поверил. Но в цыганском счастье отмечали его возвращение. Вот это дела. Что ж теперь будет-то? Не знаю, Елена. Не знаю. Заряна наконец уснула. Привет. А ты чего ничего не ешь? Вы тут о чем-то шепчетесь? Что? Иван Ильич, оказывается, жив. Как? Домой сегодня вернулся. Жив. Вот бы папа обрадовался. А как же Маша теперь с двумя мужьями-то, а? Привет. Привет. Зачем пришла? Помочь. Поддержать. Чем ты можешь помочь? Я оказалась в ужасном положении. Не могу прийти в себя. Да. Тоня, присядь. Тоня, вот с одной стороны, я очень рада, что Ваня жив. Это просто чудо, он фактически вернулся с того света. Но с другой, я больше не считаю его своим мужем. Я давно полюбила Сергея. Маш, я понимаю, как тебе сейчас тяжело. Я не знаю, Тоня, я не знаю, я не знаю, как дальше жить. Все так запуталось. Послушай, ты всегда можешь на меня рассчитывать. Главное, ты береги себя. Понимаешь? На тебя сейчас очень много всего свалилось за последнее время. Спасибо, Тонечка. Спасибо. Простите. Гриша, птина разная. Не смог вас спасти. Не успел. Мы вчера с Лялией тоже были на кладбище. Навещали могилу нашего сына с ней. Ты вообще уверен, что он там лежит? Ну, Маша сказала, что сама его хранила. И на кладбище подтвердили. Маша сказала. Сережа, ты не понимаешь, да? Маша, не заверить ни единому ее слову. Она всю жизнь навидела Лялю. Чего ты взял, что она вдруг будет хранить ее ребенка? Ну, зачем ей тут врать? Кто знает, а вдруг ваш сын жив? Она это скрывает. Если так, то где его искать? У меня есть кое-какие предположения, но... Ты, пожалуйста, сейчас ничего для Ли не говори. А то она настроится, а я вдруг окажусь неправ. Конечно. Конечно, я буду молчать. Ну что, давай теперь проведаем мою макилку. Папа, ничего. Ой, папа, живи долго и счастливо. Дай, пожалуйста. Был в мире мертвых и вдруг вот те раз и воскрес. А ведь кто-то в этой могиле вместо тебя похоронен. Я уже разговаривал по этому поводу с Николаем Черкасовым. Надеюсь, он поможет. Ты знаком с Ляльным отцом? Николай Черкасов. Первый муж моей Ольги. Значит, вы с Марией Свиридовой поехали в морг опознавать тело ее мужа. По счастливой случайности Иван Ильич оказался жив. Кто же похоронен в его могиле? Мы случайно ошиблись и вместо Ивана Свиридова познали другого человека. Случайно или специально? И как такое возможно? Погибший был одет так же, как Иван Свиридов перед исчезновением. А лицо и тело было изуродовано до неузнаваемости. Столько дней в воде. Неудивительно, что ошиблись. Встроенная версия не придраться. Поверьте, так и было. Труп один в один похож на Свиридова. Скажите, будет проводиться эксгумация? Сначала нужно поднять дела по всем без вести пропавшим за прошлый год. А, этим делом как раз Криволап занимался. Но поверьте, мы искали моего зятя. Никаких заявлений о пропаже людей не поступало. Значит, погибший не местный. Вы тоже, как и все, от меня отвернулись. Нет, Маш, я решил соблюдать нейтралитет, не вмешиваясь в ваши семейные проблемы, не принимая чью-либо сторону. Вижу, вижу, вы уже в курсе. И что же вам Сергей обо мне рассказывал? Я бы не хотел это пересказывать. Ясно. Эдик, скажите мне только одно. Вы ему поверили? Маш, я понимаю ваше отношение к Леле. Вы с ней любите одного мужчину. Соперничает и все, что с ним связано. Но история с наркотиками. Вы правда этим занимались? Конечно, нет. Перед исчезновением Иван Ильич был очень болен. Он был абсолютно парализован. У него случались частые помутнения рассудка. Я клянусь, я не знаю, откуда взялась эта история с наркотиками. Меня оболгали. Почему вы не сказали об этом Сергею? Я говорила. А что толку? Он влюбленный от урманин Лялей. А я просто несчастная женщина, которой не осталось места в этом доме. Маша, простите. Вы хотите сказать, что Иван Ильич и Сергей собираются вас выгнать? А после обвинений, которые высказали мне вчера, я уже ничему не удивлюсь. А ведь когда-то я очень любила Ивана. Я заботилась о нем, когда он был почти растением. А потом мы думали, что он умер. Позже Сергей предложил мне выйти за него замуж. Я пылинки с него сдувала. А теперь меня обвиняет Бог знает в чем. Машка, я не знаю, что вам посоветовать. Будем надеяться, что все наладится. Ближайшие молокозаводы от нашей продукции отказались. На одном из них успели наше зараженное молоко пустить в дело без особых проверок. Пришлось заплатить штраф и неустойку за выброшенную продукцию, сделанную из нашего сырья. Так что Лялина диверсия чуть нас не разорила. Сереж, я должен тебе признаться, что автором этой диверсии была не Ляли, а я. Что? Это одна из частей нашего плана. Нашу агрофирму, чтобы заставить Машу признаться, где она прячет Лялиного сына. Папа, ты... Ты разорял собственное детище. Это все мелочь. Судьба моего внука неизмеримо важнее. Ну да, ты прав. Здравствуйте. С Веридой вы ехали? Ты почему не поздоровался? Иван Ильич тебе ничего плохого не сделал? Да, пожалуй, наоборот. В люди меня вывел. Совестно мне смотреть ему в глаза. Так что ж, теперь все время опусти в голову, ходить будешь? Суманги, такира. Привет, Маша. Как дела? Идешь себе, как я сказал, тише воды ниже травы? Угу. Градепрессия. Сегодня плачу, как дура. Ох и ах. Ну вот правильно. У твоего Ивана-дурака всегда действовали только сохли и слезы. А сейчас все не так. Он и Сергей меня абсолютно игнорирует. Как будто меня в этом доме вообще нет. Нет, надо что-то менять. Иначе не пройдет и пару недель, как меня отсюда выселят. Я надеюсь, ты не собираешься сделать что-то противозаконное? И ты туда же. Хватит делать из меня монстра. Я всего лишь защищаюсь. Здравствуйте, Иван Ильич. Здравствуй. Что хотел? Обращение просить. Я очень виноват перед вами. Вы меня в люди вывели, а я... А я потерял из-за нее голову. Но я понимаю, это не оправдание. Предательство не самый большой грех. Спасибо, что не убил. Если это все, я пошел. Иван Ильич, а что теперь будет с Марией и с... с Андрюшей? Да. Рамир, Андрюша ведь твой сын? Да. Как бы ни сложились мои отношения с Марией и Андрюшей, я никогда не обижу. Спасибо, Иван Ильич. Я бы очень хотел забрать сына, но Мария не даст. А у меня за него душа болит. У меня тоже. Хоть он мне и не родной. Ну все, Рамир, забыли. Но вы все же приходите к нам, и жена будет рада. Спасибо. Я подумаю. Привет. Не помешаю? Привет. Что ж ты не сказала, что разорить агрофирму, это была папина идея? Прости. Я во многом перед тобой виновата. Сережа, мы столько с тобой натворили всего, что боюсь этого уже не исправить. А я не верю. Я знаю, что можно начать с чистого листа. И так не бывает, чтобы люди любили друг друга и не могли договориться. А я тебя люблю. Я жить без тебя не могу. И я без тебя. Да. Иван Ильич, я прошу прощения, а вы скоро будете дома? Уже подхожу, а что случилось? Иван Ильич, у нас тут дело есть, понимаете? Тут ситуация такая, ну... Да стопроцентных доказательств у нас нет. Мы хотим с вами поделиться нашими подозрениями. Дай сюда. Иван Ильич, Иван Ильич, мы думаем, это Мария Алексеевна хотела отравить Сергея Ивановича. Чем? Мы нашли отрубин. Под окнами столовой сразу после того, как Сергею Ивановичу стало плохо. Да, я посмотрела в справочнике. Вот этим лекарством можно вызвать сердечный приступ. Вон оно что. Я как чувствовал. Ну, ничего. Разберемся. Панечка, я тебя ждала. Иди ко мне. Маша, собери, пожалуйста, свои вещи и покинь этот дом. Тебя отвезут в гостиницу, я оплачу. Фадька, почему? Из-за этого. У тебя какие-то проблемы со здоровьем, да? Это у тебя проблемы с головой. Ты хотела убить Сергея. Так что собирай свои шмотки и исчезни отсюда, тварь. будь ты проклят, старый козел. кто бы мог подумать, что в моей жизни еще случится такое счастье. Это моя любовь, это моя страсть. Страсть? В нашем-то с тобой возрасте? В каком возрасте, Лена? Ты красивая молодая женщина. И я по уши в тебя влюблен. Ну, ну, все, 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 все. Все, мне домой пора. Не хочется с тобой расставаться. Оставайся у меня. Навсегда. Я ведь тебе уже предлагал жить вместе. И как она отреагировала? По-моему, все поняла. Всем приятного аппетита. Не помешали? Ты вещи собрала, машина тебя ждет. Ты хочешь, чтобы я уехала? Не подумаю. Что? Я проконсультировалась с опытным юристом, и он мне сказал, что пока мы не разведемся, и ты не обеспечишь меня и моего ребенка с содержанием и жильем, я имею полное право здесь жить. Так что не надейся. Я отсюда никуда не уеду. Зачем нам мучить друг друга? Неужели ты думаешь, что после всего того, что ты сделала, мы сможем спокойно существовать в одном доме? Ты знаешь, я могу понять твоего отца. Он напридумал себе что-то там. Но ты, Сережа, ты чего? Я тебе все отдала. всю себя без остатка. Знаешь что, Маша? Ну ты, сволочь. Так давай без скандалов и твоих вот этих лирических отступлений. Мы не хотим, чтобы ты здесь находилась. А ваше желание никого не волнует. Здесь живет мой ребенок. Я отсюда никуда не уеду. Ты знаешь, я тоже посоветовался с опытным юристом. После твоей попытки суицида забрать у тебя ребенка будет очень несложно. забрать ребенка у меня. А ему хорошо будет остаться без матери? Вы его спросили? Да я в последние годы только одна о нем заботилась. Эх вы! Да что вы оба знаете о моем сыне? Конечно, она мать никудышная, но как ни странно, Андрюша ее любит. Надо искать какой-то другой вариант. Пошел вон отсюда. Я входить тебе не разрешала. Пошел! Не надо грубости. Я знаю, что ты не пылаешь ко мне любовью, но держи себя в руках. Я готов тебе дать приличное состояние, содержание, после развода. Но шантажировать ребенка меня не надо. Я прекрасно знаю, что Андрей сын Рамира. Что? Давай на чистоту. Я знаю, что ты мне изменяла. И знаю, что Андрей, к сожалению, не мой сын. Бред какой-то. То есть, ты хочешь сказать, что я не прав? А ты слепой, Ваня? Ты что, не видел своего сына? Где Андрей, где Рамир вообще? Скажи мне, пожалуйста, он хоть капельку, он на него похож? Скажи! Похож? При чем тут внешнее сходство? Да потому что Андрюша не имеет никакого отношения к Рамиру. Андрюша, твоя кровь, Ваня! Ты знаешь, Маша, вот сколько знаю тебя, сколько смотрю на тебя, и каждый раз удивляюсь, с какой же легкостью ты лжешь. Я не лгу. А давай сделаем тест ДНК? Давай! Проверим!